всем привет меня зовут стас и это компания soft club и так вышло а ее 71 . бета 2 вот я за нее долго не рассказывал но все-таки появилась минутка поэтому решил с вами сделать обзор и так настройки отпечатков пальцев то есть touch айди вышел на главную страницу и теперь у вас не будет никаких проблем для того чтобы его найти естественно вы будете точно также воспользоваться паролем и у сможете удалить вот так touch айди кстати если вы просто нажмете выключить ваш touch айди обратить внимание нажмете выключить ведете пароль продолжить автозаполнение это касается safari а потом нажмете опять включить он спрашивает удалить старые отпечатки пальцев или же нет я нажимаю оставить и создаю например тот же пароль который у меня к примеру был что очень и очень удобно обратить внимание у вас touch и даду все отпечатки пальцев остались и вам опять не нужно их водить для app store но и конечно для самого устройства добавлено прыгающая анимация да такая вот как сверху так и снизу но к сожалению там на сверху пока система уведомления опустится этого птим уже не видно здесь конечно же выглядит все намного поприкольнее кстати здесь же в control center если у вас ничего не играет и нету никакой музыки либо же каких-то подкастов пишется слово музыка причем если вы на нажимаете вы сразу переходите в приложение музыка что тоже очень и очень удобно в календаре появился смешанный режим обратить внимание вот такая вот интересная кнопочка которая позволяет увидеть то что у вас видно даст просмотреть уже на сегодняшний день какие-то события это тоже очень и очень удобно кстати да за это приложение и я еще чуть позже расскажу в универсальном доступе а на основные так универсальный доступ вот можно включить формы кнопок вот обратить внимание это такая небольшая подсветка вот для кого-то это может быть интересно лично как по мне это абсолютно никому не нужно но тем не менее это появилось строка состояния звонков да если мы допустим выбираем там звоним нашим оператором и выходим вот эта строка я имею виду она остается стала во первых чуть-чуть толще и она несколько ну изменилась слегка ненамного но слегка также появилась функция которая мы с вами видели на презентации карт дисплей подтверждающий обещанную интеграцию устройства iosim в кризис мультимедийную систему автомобиля в настройках кстати универсального доступа тут же пропала функция когда была возможность включить черную клавиатуру обратить внимание вот возможно кстати его просто изменили с формы кнопок или добавили непонятно возможно это тоже вернется теперь при включении жирного шрифта опять перезагружается телефон поэтому посмотрим возможно разными прошивками работают очень совершенно разные люди на ipad добавилась интересная картинка вот и в принципе все конечно же быстрое действие операционной системы а еще стало лучше я очень доволен данной операционной системой опять же таки пост с проблема с телефонами пока так еще и не устранена вот но тем не менее ждем надеемся как говорится и молимся и срок действия iosim один бета-второй заканчивается 12 января 2014 года поэтому я рекомендую установить ее третью бета-версию намного раньше да то есть тот момент когда она выйдет если же вы сейчас сидите на iosim один бета-один я уже рекомендую переходить обратно на iosim 04 почему потому что iosim один бета-вторая доступна только для разработчиков вы не сможете поставить ее почему потому что у вас не пройдет активации данного устройства лично я попался на точно такой же штуки если же у вас есть резервная копия iosim один бета-один и вы хотите вернуться обратно на iosim 0.4 у вас не получится восстановить резервную копию поэтому решайте этот вопрос уже сегодня спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставьте ваши комментарии и конечно же не забываем посещать наш сайт наши подкасты но и наш twitter всего вам доброго и до скорых встреч